Здравствуйте, меня зовут Олег Антоненко. Вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было?». Это 78-й день масштабного российского вторжения в Украину, и сегодня мы поговорим о том, как война привела к расширению НАТО и почему Финляндия решила отказаться от нейтралитета и стать членом Североатлантического альянса. Президент и премьер Финляндии заявили о скором вступлении страны в НАТО из-за российской агрессии против Украины. Именно расширением НАТО и его угрозой для России Кремль объяснял вторжение в Украину. Но действия Москвы сделали НАТО гораздо сильнее и сплоченнее в последние месяцы, и очень скоро в альянсе появятся новые члены. Помимо Финляндии ожидается, что членом НАТО станет и Швеция. В декабре Владимир Путин говорил весьма эмоционально о волнах расширения НАТО, еще не зная, что новая волна будет прямым результатом его действий. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. Ну естественно, мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали иди делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то. Озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширил. Российский МИД уже заявил, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия, цитирую, будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Конец цитаты. Но финнов угрозы Москвы уже не пугают. А присоединение Финляндии к НАТО еще и означает, что у России появятся дополнительные более 1300 километров границы с Альянсом. И это будет самая большая сухопутная граница России со странами НАТО. В Финляндии находится наш корреспондент Оксана Антоненко, с которой мы говорили, почему эта страна решила отказаться от нейтралитета. Оксана, привет. Привет, Олег. Давай начнем с новостей, как президент и премьер-министр объясняют необходимость членства Финляндии в НАТО. Ну, на данный момент мы видим в основном официальные заявления о том, что таким образом будет обеспечена безопасность Финляндии в современном мире, лучше быть в составе данного военного альянса. Но я хочу сказать, что это еще не окончательное решение. То есть формально мы уже понимаем, что главы государства за то, чтобы вступить в НАТО, но должно быть еще голосование в правительстве и потом еще должно быть голосование в парламенте. То есть, скорее всего, совсем окончательное решение мы увидим уже на этих выходных. Да, бывший премьер-министр Финляндии Александр Ступт уверен на 99,9% что Финляндия вступит в НАТО. И мне попался на глаза последний опрос общественного мнения, он, по-моему, вторничный, где говорится, что 76% опрошенных финнов выступают за членство в НАТО. То есть вопрос, кажется, уже решенный. Но давай немножко поговорим про историю, потому что она, мне кажется, важна для понимания того, почему Финляндия совершает этот шаг. Я напомню, что Финляндия вошла в состав Российской империи в 1809 году после Российско-шведской войны. Независимость получила в конце 1917 года с одобрения большевиков, а в конце 1939 года СССР напал на Финляндию. Но Зимняя война стала, с одной стороны, неудачей для Советского Союза, а с другой стороны, он получил 11% территории Финляндии. После Второй мировой войны, напомню, Финляндия как нейтральная страна имела с Советским Союзом особые отношения. И вот в этой связи, Оксан, я хочу тебя спросить, какой период в истории и во взаимоотношениях с Россией и Советским Союзом чаще всего вспоминает сейчас Финляндия? Есть разные моменты, есть более или менее позитивные для самих финнов, но у меня сложилось ощущение, что Зимняя война – это действительно что-то очень важное. Вот это какой-то центр, ядро, если хотите, такой финской идентичности. Может быть, для них это настолько же важно, как для жителей постсоветского пространства или России важна Великая Отечественная война. То есть Зимнюю войну вспоминают действительно часто. Разумеется, финны помнят советский период, потому что по итогам Второй мировой войны Финляндия оказалась на стороне проигравших, и, соответственно, она стала сателлитом Советского Союза. Как мне рассказывали эксперты, все, в принципе, сходятся во мнении о том, что результаты Зимней войны повлияли на то, что происходило после Второй мировой войны. Потому что Финляндия дала серьезный отпор Советскому Союзу, учитывая свои скромные размеры и скромные размеры своей армии, они смогли остановить советскую армию. И Советский Союз хорошо понимал, что если они попытаются полностью оккупировать Финляндию, то это обернется существенными потерями. Поэтому, как мне рассказывали эксперты, Сталин решил сфокусироваться на Восточной Европе и странах Балтии. Страны Балтии в итоге вошли в состав СССР. Что происходило со странами Восточной Европы, мы тоже знаем. У Финляндии был особый статус. То есть был подписан мирный договор, потом был подписан договор о дружбе и взаимопомощи. Но Финляндия оставалась независимой страной с рыночной экономикой, с демократией. Тем не менее, Советский Союз вмешивался во внутреннюю политику Финляндии и во внешнюю политику Финляндии. И, как говорят эксперты, в Финляндии никто не мог даже помышлять о том, чтобы, например, вступить в Европейский Союз. То есть СССР все время как бы указывал Финляндии на ее место. То есть можно приближаться к западному миру, но не сильно близко. Поэтому с развалом Советского Союза финны, в общем-то, практически аплодировали стоя. Они вступили в Европейский Союз уже в 1995 году. И для них это само по себе было гарантией безопасности. То есть на тот момент никто не говорил о том, что надо вступать в НАТО, потому что уже хватало ЕС. В отличие, кстати, от стран Балтии, которые уже в 90-е сказали, что мы хотим быть членами Североатлантического альянса. И в Финляндии вот эта травма от советского времени чувствуется гораздо меньше, чем, допустим, в странах Балтии или в странах Восточной Европы. И, как говорят эксперты, это именно благодаря итогам Зимней войны, когда Финляндия смогла таки дать опор советской армии. Как я уже сказала, здесь это хорошо помнят. Памятники, монументы, в принципе, есть по всей стране. К примеру, мы были в пограничном городе Лапенранте. Это в 25 километрах от российской границы. Мы там говорили с мэром этого города. Его офис, то есть мэрия, находится прямо напротив памятника солдатам, которые умерли во время Зимней и Второй мировой войны и сейчас похоронены на территории современной России, то есть на тех территориях, которые когда-то принадлежали Финляндии. Я думаю, что мы, финны, привыкли жить по соседству с Россией. Конечно, мы обеспокоены тем, что война пришла в Европу. Это и от нас не так далеко. Многие из нас вспоминают, а некоторые из остальных Вторую мировую. Мы маленькая страна, но мы не боимся, мы готовы. Например, многие из нас запасаются едой на три дня вперед, городские власти проверены готовность бомбоубежищ. Мы готовимся к кибератакам, к гибридным операциям. Например, распространению фейковых новостей. Мы знаем, каким новостям доверять и как работают соцсети. Оксан, смотри, ты уже сказала о нейтральном статусе Финляндии, о особых отношениях к Советским Союзам. А чем сейчас Финляндию не устраивает этот нейтральный статус? Ведь, по сути дела, становясь членом НАТО, Финляндия может стать как раз мишенью для России, потому что мы уже слышали в начале этого подкаста довольно нервную реакцию Владимира Путина на расширение НАТО. И вообще понимаем, что НАТО – это как красная тряпка для российского руководства. Вот как раз реакция России была тем аргументом, на основании которого финны до сих пор были против вступления в НАТО. То есть, например, еще в январе членство в Альянте поддерживали 28% жителей Финляндии. И в основном те, кто против, они говорили, что мы не хотим злить Россию. А сейчас, после того, как началась война в Украине, и после того, как Владимир Путин сказал все, что он сказал, и до войны, и после ее начала, финны восприняли это на свой счет. И их разозлила не только война в Украине, это очень близко, это тоже Европа. Они могут как-то это соотнести с собой. Хотя эксперты мне говорили о том, что они считают, что в Финляндии совсем другой статус для России или в глазах России, нежели, допустим, у Украины и Беларуси. То есть, они считают, что к Финляндии, с Финляндией у России будет складываться совсем другой диалог, не такой, как с Украиной. Но их разозлило еще и то, что Владимир Путин очень недвусмысленно заявил о том, что он против политики открытых дверей НАТО. То есть, им как бы сказали, что нет, дорогие финны, вам теперь в НАТО нельзя. Их это задело, потому что они уже перестали быть сателлитом Советского Союза. Советский Союз развалился. В 95-м году Финляндия вступила в НАТО. Тут Оксана оговорилась, она имела в виду ЕС, а не НАТО. Они почувствовали себя независимыми. И здесь им как бы вдруг напомнили о том, что был такой период их истории, когда им приходилось делать то, что хотят в Москве. И поэтому последовала такая контрреакция. Ах, вы нам как бы пытаетесь запретить, ну, значит, мы сделаем вот ровно то, что вы нам пытаетесь запретить. И плюс, ну, разумеется, есть какой-то исторический опыт, есть память. Все помнят, что Зимняя война началась со вторжения Советского Союза в Финляндию, а не наоборот. И поэтому у многих финнов есть ощущение, что в какой-то момент им придется защищаться. Да, но вот готовы они к тому, что придется воевать. Вот ты все время говоришь о Зимней войне. То есть, не то, что НАТО их будет защищать, не то, что пятая статья договора НАТО, да, когда нападение на одного из членов НАТО является нападением для всех членов Альянса. А вот сами финны готовы к тому, чтобы сражаться? Я бы сказала, что эта готовность, она практически повсеместная. Люди очень уверены в способностях своей армии. И, как мне говорили эксперты, вся политика до сих пор строилась на том, чтобы Финляндия была в состоянии отразить любую атаку в одиночку. То есть, да, НАТО это как бы хорошо, но они готовы бороться сами. И это чувствуется на политическом уровне, об этом говорят эксперты, об этом говорят простые люди. Например, в том же пограничном городе Лабинранта мы встретили бармена, его зовут Юсу. Обычный, нормальный житель Финляндии, он тоже был в армии, потому что здесь существует обязательный призыв, они должны служить от полугода до года. То есть, практически у всех мужчин есть какая-то военная подготовка. И он абсолютно недвусмысленно нам сказал, что он готовится, он готов сделать это еще раз. На каждом мужчине лежит такая ответственность. И он не сказал, как именно он готовится. Но в любом случае, я по его словам поняла, что воевать он будет, если это понадобится. Нас война больше беспокоит, чем экономика. У нас в Финляндии довольно сильная экономика. И здесь, в Лабинранте, в Южной Карелии в том числе, российских туристов здесь нет уже больше двух лет из-за ковида. Мы научились жить без денег от туризма и россиян. Это не проблема. А вот когда Россия начала войну против Украины, мы почувствовали, что, возможно, мы следующие. Никто не знает. Поэтому война нас больше беспокоит. Мы должны быть к ней готовы. И мы уже готовы. И всегда были готовы. Вот твой собеседник Юса говорит о том, что вот в этих приграничных районах, где он живет, экономика от того, что российских туристов стало меньше, ничего не потеряла. Насколько эта точка зрения частного лица, потому что ты была в приграничных районах, в тех районах, которые зависят от России, что изменилось не только после начала ковида, но и после начала войны? Не боятся ли финны, что испортив отношения с Россией, их материальное положение сильно пошатнется? Дело в том, что после пандемии в Финляндии и так пропали российские туристы. Их там действительно было очень много. То есть даже в Хельсинки, и вы заходите в торговый центр, вы слышите объявления о закрытии, например, торгового центра на финском, на английском и на русском. В приграничных районах это распространено еще больше. Там практически все переведено на русский язык. Все меню, все объявления, реклама, реклама продажи домов, увески на магазинах. Есть отдельные торговые центры, которые построены прямо на границе, специально для россиян. Мы были в одном таком торговом центре, буквально 3 километра от границы. Он сейчас пустой совершенно. Таких магазинов много. Есть магазины в самом Лопинранте, которые рассчитаны и на россиян, и на местных жителей. Но там тоже падают продажи. К примеру, мы говорили с одной из менеджеров местного торгового центра. Она сказала, что 30% их покупателей были россияне. Сейчас их нет. С другой стороны, пандемия дала возможность финнам уже начать перестраиваться. А, к примеру, мы говорили с риэлторами, на которые рассказали, что да, действительно, покупают сейчас, может быть, меньше, больше, может быть, даже продают дачи, но на рынок это никак не повлияло. Тот же мэр Лопинрант нам сказал, что да, действительно, сейчас город теряет примерно миллион евро в день. Сюда приезжали около двух миллионов российских туристов в год. Но, несмотря на это, у города лучшие показатели по сборам налогов вообще, в принципе, в истории. Потому что есть отрасли, которые могут все это компенсировать. То есть мнения действительно разные и действительно приграничные районы должны будут очень сильно перестроиться. Возможно, если россияне не вернутся, если действительно появятся какие-то новые ограничения или, может быть, изменятся отношения, в чем тоже можно усомниться, то некоторым магазинам придется закрыться, кому-то придется переориентироваться. Но я не думаю, что мы можем ожидать какую-то экономическую смерть целых городов или целых деревень. Хотя действительно первое время многим там будет тяжело. Ты общалась, скажи, с теми, кто против вступления страны в НАТО? Таких людей очень мало. Вот тот торговый центр, который я упомянула, который находится на самой границе, буквально в трех километрах, он принадлежит Мухаммеду. Мухаммед приехал в свое время в Россию из Сирии. Он там учился, его учил русский язык, женился на Финке, переехал в Финляндию и в какой-то момент открыл там торговый центр. У него там 99% клиентов были россиянами, и он их очень ждет. Я не знаю, связано ли это с его позицией по НАТО, но он выступает против вступления Финляндии в НАТО. Он считает, что не надо лишний раз злить Россию, и никакой конкретной угрозы в сторону Финляндии он на данный момент не видит. Лично я бы не хотел, чтобы вступил, потому что Россия, она как наш сосед, и она никуда не уйдет. И мне кажется, надо держать всегда вот такое хорошее, балансированное отношение с таким могучим соседом, как Россия. И я не вижу какие-нибудь проблемы между Россией и Финляндией, которые сделали бы ситуацию в Финляндии опасной, или как на Украине. На Украине там проблемы, они намного больше. Там нельзя сказать, что Россия права или Россия неправа. Там и Россия была неправа, и Украина была неправа. Оксана, хочу тебя спросить о том, что из себя сейчас представляет финская армия, и что произойдет с ней после вступления страны в НАТО. На данный момент Финляндия, в принципе, очень гордится своей армией. Как я уже сказала, у них существует обязательный призыв. Профессиональная армия вместе с призывниками это примерно 30 тысяч человек, плюс есть 300 тысяч официальных резервистов, то есть это те люди, которые периодически ездят на сборы, и примерно от миллиона до полутора миллионов это люди, которые имеют какую-то военную подготовку. Вот один из экспертов нам сказал, что еще в начале 90-х, когда Финляндия решила, что она не хочет вступать в НАТО, и начала развивать собственные вооруженные силы, она закупала оружие по очень хорошим ценам у тех стран, которые хотели от него избавиться. Напомню, в тот же момент балтийские страны сразу заявили, что хотят в НАТО, и делали ставку на коллективную оборону. А Финляндия, наоборот, рассчитывала на собственные вооруженные силы. В принципе, об этом говорят и сейчас. Если надо будет защищаться, мы сможем сделать это сами, с НАТО или без НАТО. Спасибо, Оксана. Спасибо, Олег. Я беседовал с корреспондентом BBC Оксаной Антоненко. Вы слушали подкаст «Что это было». Ищите нас и слушайте в YouTube, в подкастах Apple, в нашем Telegram-канале и на других платформах. С вами был Олег Антоненко. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»